Всем привет, дорогие друзья и путешественники, с вами Максимлена Джонс, и сегодня мы с вами отправимся в невероятное путешествие в одну из самых очаровательных стран Европы, в Португалию. Наше с вами приключение начнется в удивительном городе Порто, где мы проведем несколько захватывающих дней, погрузившись в его историю, культуру и удивительные достопримечательности. Готовы ли вы окунуться в магию Порто? Тогда давайте начинать, погнали! Прикиньте, что? Мы пешком идем от самолета. Вон самолет сзади. Мы пешком идем до терминала. Прикол, да? Весело. Как в Китаисе. Как в Китаисе. Только здесь расстояние немаленькое, сейчас покажу. Ром-тур. Погнали, что? Начнем с ванной, потому что она ближе всего, только я не знаю, где свет включается. Что? Здесь нет света. О, снаружи. Ну, неплохо, неплохо. Нормально. Вот эта комнатка. Очень маленькая. Но зато в центре. И, наверное, не слишком дорого. Дороговато. Ну, дороговато. Что поделать? Вот такая маленькая комнатка. После заселения мы отправились к моему другу Лешке, который прилетел сюда заранее, чтобы встретиться со своими друзьями из Омэрики. А мы в трамвае едем. Лешка не может свою палку починить. Я починил свою палку. Пытается снять контент, но у него не получается. Купил модную палку за сколько? За семеру или восьмеру? Я не знаю. Я ее в Германии купил. Ну, вот все. Мы едем на трамвайчике. Саша за рулем. Мне страшно. Доехали мы на трамвайчике до берега. Заката уже нет. Лешка нас обманул. Будем просто здесь гулять. Лешкины друзья сказали, что это какая-то крутая сосна. Видимо, так и есть. И вон Сашка ходит. Идем куда-то туда в поисках вина. Сейчас. Лешка фокус показывает. Давай. Опа. Вот они, 8000 крон. Вино купили и выпили. Я, к сожалению, не успел записать видео, чтобы с вами чокнуться. Но в следующий раз обещаю, что обязательно. На закат не успели, но покажу вам немножечко океана. Вон там маяк находится, но туда нельзя. Может даже спустимся вниз на пляж. А вон Лешка идет и Сашка. Иду за ними. Очень тяжело идти в ботинках по песку. Почему-то. Но оно того стоит, наверное. Посмотрите. Доброе утро. Не для всех. Точно не для меня. Чувствую себя отвратительно. После вчерашнего портвейна. Ну и вчера вообще все было сумбурно. Мы лишь бы к Лешке успеть встретиться с ним. Потому что сегодня он уже уехал в Лиссабон. Мы догоним его только во вторник, если не ошибаюсь. И там тоже затусим опять пить. Блин, грустно. Ну короче, сегодня мы просто гуляем по городу. Смотрим детспримечательности. И все, наверное. Так что погнали. Кстати, вон одна из них за мной. Смотрите, какую красоту нашли. Я не про ту женщину. Ну все, мы у ратуши. Вот, видимо, старое здание. А вот новое, либо это отель. Ну самое интересное здесь, это, конечно же, вот жирная чайка на фонтане. Посмотрите на нее. Сидит, смотрит на всех с высока. Радость такая. Ладно, я вас обманул. Вот и я, жирная чайка у фонтана. Умеем мы выбрать дату отпуска. Как всегда, погода просто супер. Но вот такие красоты я вам покажу. Здесь вода льет, с неба вода льет. И здесь вода льет. А сейчас мы вместе с вами зайдем в церковь Карма. Мы немножко психанули из-за погоды и решили покататься на тук-туке. Цена была адекватной и водитель-гид тоже был хорош. Комментарии свои мне не удавалось вставить в видео, так как гид постоянно что-то рассказывал. Поэтому просто наблюдайте за красотами под его голос. Покатались мы на тук-туках. Нам попался очень отличный гид. И он сказал, что нам обязательно надо здесь попробовать францезину. Местное блюдо. Очень жирное, так что у меня печень отварится. Сейчас я вам покажу, как буду его кушать. Маленькая история о том, как Максим потерял поджелудочную. Новый день, новое утро. В этот раз мы решили с утра зайти на местный рынок. Он прям здоровый. Здесь был еще второй этаж, но он сейчас закрыт на реконструкцию. Слава богу, хоть первый открыт. Вон Сашка ходит. Сейчас мы что-нибудь присмотрим себе. Саша решил взять полотенце. Три за пять евро. Ну, с петухом мы не очень хотим, наверное. Очень хотим. Ладно, с петухом возьмем. Сейчас обидно было. Надеюсь, вы этого не слышали. Вот куча рыбных консервов. Сейчас что-нибудь выберем из этого. Здесь их много. После рыночка мы отправились на экскурсию во дворец Болса. Продолжение следует. В последний день мы наконец-то добрались до моста. Но беда в том, что погода просто дрянь. Дожди налютые. Вон Саша под зонтиком, а я пока контент делаю. Ну все, фотосессию провели для Саши и для меня. Идем дальше. Слева вон еще мосты. И едет трамвай за мной. Сейчас я его увижу. Вон там вот страшно. Ну да, на фуникулере, конечно. Идем? Нет, мы идем, потому что он не видит трамвай. Саша, очень страшно. Сейчас увидите трамвай. Не знаю, кому он бибикает. Потому что там впереди никого нет. Ну да, согласен. Ощущение страха здесь присутствует. Особенно, когда трамвай проезжает. Ладно, все, идем. Конец. Ну все, мы поехали на фуникулере. Двери пока не закрываются. Что закроется? Очень надеюсь. Мне тоже страшно. Так, двери закрылись. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»